здравствуйте друзья я экспериментирую сейчас с микрофоном чтобы снизить количество шумов в данный момент я без микрофона говорю просто на обычную камеру там стерео все дела и вот то что вы видите перед собой это штатив и на нем беспроводная система мы используем это для того чтобы снимать уроки в школе вот у меня камера которой мы пользуемся вот она canon вот и вот значит сюда втыкается микрофончик вот вот разъем я пользовался сегодня и вчера по вечерам этим микрофоном но там получилось что вроде он только в одно ухо звук шел это я научился исправлять он теперь идет кому параллельно в 2 но тут за это время подошла новая система который я прикупил вот так я вам показываю значит до аудиотехники и штекер вот здесь с батареечкой вот тот микрофончик был без батареечки поскольку у него вот эта часть она как бы с батареечкой вот он с батареечкой и вот собственно сам микрофончик тут у него и есть нашлепка вот такая из поролона упала ну неважно вот и я продолжу эту съемку с и вот этим новым микрофоном я с ним еще толком ничего не снимал и вот то что сейчас дальше произойдет будет сняты вместе с ним я хочу напомнить друзья что основной причиной по которой мне захотелось пользоваться микрофоном является то что частенько жалуются и я собственно и сам тоже не глухой я слышу все какие-то по звякивания потрескивания и черты откуда берется я даже не знаю то есть то нет от влажности может зависит там еще отчета не могу сказать но по таком случае есть надежда что поскольку микрофончик у меня вот тут на груди можно сказать на кармане на грудном пристегнут то какие-то шумы извини шумы извне будут хуже слышны и как бы вот мой голос как бы задавить вот те швы но будем надеяться поэтому я так как бы пробно снимаю так теперь надо попробовать как-нибудь так поехать чтобы значит там как-то зашумела я не знаю я еще вот что хочу сказать у меня камера стоит на такой подставочки а на подставочке сверху присоска такая с резьбой там штырек такой с резьбой все это на присоске держится и так получилось что у присоски там где резьба вот это вот держалка она чего-то вдруг сломалась ну не совсем сломалась я там на какой-то клей там посадил жестокие но все равно она потряхивает поматывает в общем уже нет крепкость я заказал новую присоску придет я покажу когда придет значит и этот окошечко забыл против в общем как бы сразу много таких небольших изменений ну посмотрим вот надо понять еще этот микрофон он как бы его очень рекомендуют это самый best-seller такой компании аудио аудиотехника в этом классе у него есть один правда вот недостаток всегда очень здорово классный микрофон там и все такое там конденсаторный но непонятно когда батареечка работает а когда нет у него нет лампочки индикатора нет поэтому вот он работает а мы не знаем батарейка кончилась мы тоже не узнаем и вот как бы какой-то такой странный элемент в этом присутствует неизвестно неизвестности но фактически то что я сейчас наговарю это как бы такая тестовая запись мы хотим понять что у нас с этим делом получится что вам рассказать раз у нас такой тест я не хотел бы каких-то серьезных тем так пока на ходу я посматриваю что делается в стране и как вообще новостная лента меняется надо сказать что в течение может быть недели на первом плане были ну какие-то новости связанные с событиями вокруг крыма украины на основных каналах которые вот я посмотрю так ну и cnn и fox вот это было как бы наверху но с того момента как пропал с радаров самолет в малайзии наверное вы в курсе с этого момента как-то ушло на второй план и даже может быть на 3 хотя вот можно можно сказать что сегодня а а сегодня четверг значит 13 марта сегодня может быть снова немножко приподнялось в связи с тем что говорят что вот если заводить как болтает значит говорят что если состоится референдум крыму вот тогда значит санкции а как бы надеются что удастся этого избежать и как бы там очень пытаются договориться чтобы как не довести до этого никому не хочется на самом деле во все это вляпываться но просто жизнь такая ведь как нас с вами не спрашивают ни те ни другие какие еще новости девочка если вы помните мы говорили которая судила родителей за то что они как бы но должны были заплачивать дальше за частную школу при том что она от них ушла она не только хотела чтобы они оплатили частную школу она еще хотела чтобы они оплатили расходы за адвоката которые родители подруги значит понесли расход но они же она же еще хотела чтобы они установили как бы так нормы саппорт то есть грубо говоря так вот девушка ей 18 лет она с родителями не живет она от них ушла потому что там как-то строгость какие-то были в общем она ушла и она хотела чтобы они там 650 долларов в месяц давали наличкой были наличками как бы деньгами вот такое содержание и установили и соответственно с этим заплатили бы и частную школу там и вот юридические расходы судья надо сказать был совершенно разъярен который судил назвал ее spoilt child то есть испорченным значит там ребенком и так далее и дальше все думали ну дальше то что будет вот она пойдет в апелляцию наклад еще пойдет там и так далее но интересно что девочка вернулась домой вот она там не помню с октября что жила у подруги ее родителей а сейчас вернулась домой причем адвокат говорит так родителей что в целом процесс как бы нельзя сказать что там завершенные потому что кейс как бы до сих пор открыт потому что там есть апелляции там то есть не то чтобы стороны завершили свои отношения и перешли в новую стадию вот мы не знаем этой части во что это все выльется но во всяком случае девочка пока живет дома что уже хорошо потому что ну как бы все-таки у них появилась возможность может быть договориться там как-то до чего-то все-таки это ребенок у нее там не только ведь родители у нее на самом деле еще есть братья и все там все страна не единственный ребенок семье поэтому вот какая-то такая может нормализация там произойдет я не знаю такая история что еще пишут скандалы всякие там идут давайте как вам сказать мое отношение такое что есть люди которые абсолютно из всего норовят извлечь что-то такое чтобы привлечь внимание к себе это вот политики и звезды искать эстрады кино звезды они как бы любят когда скандалы и когда скандала нет они любят его там покричать громко помахать руками а когда я что-то политиков в основном но политики в другой секции как бы новостей они любят заявить о твердой позиции непримиримой особенно когда не отвечать ни за что не надо и когда как бы ты можешь быстро быть принципиальным без того чтобы те сказали ну давай ну сделай так вот и там сейчас разворачивается некоторая бодяга по поводу того кто за кем шпионил значит то ли циру за сенатом то ли сенат там за циру и так далее но мы мы понимаем что там есть информация когда официальная мы понимаем что там бывают утечки мы понимаем что есть нарушение в там в чем-то а бывает так что нарушение там на муху а скандал на слона то по всякому бывает вот то есть такие вот вещи происходят надо сказать что почти ничего не пишет ну то есть пишет но очень мало по поводу значит обрушение дома в гарлеме там где в газ там взорвался газ то есть поначалу первое такое опять теракт вот такой а потом значит выясняется что там была утечка газа рванула и там погибло вроде четыре человека там два десятка раненых ну вот бывает то есть сша не застрахованы от того что может быть утечка газа тем более гарлем такое место в общем не самое благоустроенное в нью-йорке дальше что а про пожар который в сан-франциско там сгорел apartment комплекс они строят и партнен комплекс он такой достаточно открытый был и плюс вы понимаете что это строится не из бетонных балок я думаю на нашем канале никого не удивишь тем что строится из таких конструкций как так или иначе деревянных то может быть не все деревянные но очень много перегородки уж во всяком случае и и не только перегородки и там фанера специальные так далее при всем при том что она может быть например пожаростойким то это просто не загорится но бывает что загорается сан-узе как бы на другой стороне кремниевой долины есть такое прикольное место где люди там собираются тусуется там немножко на европу похоже вот так как то такое новенькая и там была точно такая же история я боюсь соврать лет десять прошло тоже они что-то строили потом сгорело потом на этом месте решили строить вот то что сейчас построили и часто очень классное место ну да бывает бывает что горит конечно вот а так каких-то таких супер новостей которые всю внимание страны схватили так практически не видать что еще землетрясение которое я не знаю почему она так вдруг столько народу стало спрашивать может быть она где-то прошло в новостях там где-то в странах там бывшего ссср я не могу не могу судить но было много вопросов про землетрясение землетрясение было в океане где-то там миль пятьдесят в океане и собственно даже я не знаю никого кто бы заметил и на эту тему писанины особо тоже я не видал то есть где-то там знаете есть новости там третьего четвертого порядка который там может быть читает тот кто сильно заинтересованными до в этих новостях ну вот наверное наверное и все из того что скажем сегодня вчера было на мониторах там вот этих вот агентства информационных я посматриваю сразу за несколькими я могу сказать и fox и cnn и рейд и там соответственно яху ньюс там google news и national паблик радио у них есть веб-сайт bloomberg еще там еще там несколько может быть таких менее заметно газеты и лос-анджелес таймс и нью-йорк таймс и chicago трибюн и местные газеты я так просто живьем смотрю бумажные копии поэтому вот таких национальных особых новостей больше у нас нету и я с вами прощаюсь значит сейчас приеду домой поставлю делаться видео и буду слушать как у нас новый микрофон работает вот а вам желаю хорошего дня и и задавайте вопросы потому что те вопросы которые вы ставите в принципе составляет содержание наши нашего вещания я сегодня вот перед выходом глянул и вижу так ничего такого чтобы так по дороге рассказать вроде нет есть очень большие какие-то такие письма есть какие-то истории которые все как две капли на одно лицо там я как-то не могу достаточно часто одно и тоже вот рассказывать там мне 23 года я хочу приехать меня специальность такая и вот там дальше какая-то история там как родители и дедушки бабушки вовлечены это я якобы с интересом читаю но мне очень сложно говорить то что одно и тоже мне не хочется по случаю достаточно часто не хочется так что счастливо ребята до завтра